Быть наравне со всеми. Новооренгойские педагоги обсудили особенности работы с детьми инофонами. В 15-й школе состоялся семинар и показательные мастер-классы. Отмечу, в нашем многонациональном городе детей, не владеющих русским языком, достаточно. В газовой столице две школы и три детских сада – экспериментальные площадки по обучению русскому языку и адаптации инофонов в образовательных учреждениях. Опыт наших педагогов сегодня считается одним из передовых. Тему продолжит Анна Долгушина. Опыт, которым нужно делиться – это опыт педагогов Нового Оренгоя. Уникальный по своему национальному составу город, сам дает почву для совершенствования работы с детьми инофонами. Петербургский научный сотрудник Симона Петрова уже несколько лет курирует экспериментальные площадки по всей стране. Но именно здесь отмечает хорошие результаты. В школах учатся дети множество национальностей, но это не снижает качество образования. Все это говорит о том, что педагоги не закрывают глаза на существующие проблемы, а стараются их решить как можно скорее. У каждого ребенка есть свои определенные проблемы. Некоторым для того, чтобы полностью адаптироваться, понадобится весь период обучения. Вот он приехал, например, в шестой класс, очень сложный возраст, когда становится подростком. И ему до девятого, до десятого класса, конечно, проблемы все время останутся. Но важно, что каждый раз, каждый день жизнь такого ребенка становится все-таки лучше, а не хуже. То есть он видит свой прогресс и результат. Еще несколько лет назад эти дети не говорили на русском языке. Сегодня учащиеся четвертого класса свободно общаются со сверстниками, учителями и отлично усваивают программу. Сложно представить, но только в одном этом классе собрались представители 13 национальностей. Среди них русские, кумыки, татары, чуваши, нагайцы, азербайджанцы, украинцы, белорусы и другие. Преодолевать языковой барьер помогают внеурочные занятия. Русский язык, он нам необходим здесь для общения, потому что все-таки мы живем в России. И, конечно же, детям вначале тяжело между собой общаться, но уже к концу первого класса они понимают, что все-таки они могут на русском языке общаться, и они обучают своих родителей, так как родители у нас тоже некоторые не владеют русским языком. И заставляем говорить на русском языке дома, и дети являются там главными учителями. Конечно, адаптация детей на фонов – работа многих специалистов, психологов и логопедов, учителей русского языка и преподавателей-предметников. Большую роль играют и воспитатели детского сада. Для многих детей изучение русского языка начинается гораздо раньше, чем они окажутся на школьной скамье. В Новом Рингое статус экспериментальных площадок имеют детские сады «Огонек», «Лада» и «Цветок» у Рингоя. Самое основное – это включение ребенка в эту игру посредством предметной среды, которую мы в детском саду используем, посредством всяких игрушек, всяких определенных дидактических материалов. Мы ребенка включаем в игровую деятельность, тем самым обогащаем его элементарный словарный запас, бытовой такой словарный запас. Все, кто сегодня задействован в адаптации и на фонов, каждый день своей кропотливой работой расширяют границы. Они делают комфортной жизнь сотни детей, которые просто хотят быть наравне со всеми. Анна Долгушина, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова